13 февраля 1718 года указ о приносе найденных необыкновенных вещей предписываю сдавать губернатором и комендантом кости скотские рыбьи или птичьи да зело великие или малые перед обыкновенными и прочее все что зело старо и необыкновенно а также делать чертежи как что найдут этот указ петра первого положил начало собиранию экспонатов для ныне существующего зоологического музея академии наук ссср это самый уникальный экспонат музея единственный в мире экземпляр полностью сохранившегося взрослого мамонта он найден на реке березовки в сибири в 1900 году до этого находили лишь кости скелета этих вымерших животных почему же сотни других зоологических видов дошли до наших дней почти без изменения а эти силачи погибли мамонты погибли в ледниковый период но не от похолодания от потепления климата как установили ученые бывшая кормилица тундра степь где обитали мамонты исчезла под влиянием тепла и превратилась заболоченную кишащую мириадами комаров местность теперь в таких местах и находят кладбище мамонтов как например это на реке берелех и вот сенсация летом 1977 года у ручья киргилях магаданскими старателями найден мамонтенок весть о котором стремительно облетела весь мир привлекла небывалый интерес специалистов впервые в мире обнаружен столь великолепно сохранившийся экземпляр молодого мамонта первый этап исследования был проведен в магадане мамонтенку от роду 6 8 месяцев рост около метра вес 80 85 килограммов погиб он примерно 44 тысячи лет назад чтобы он не разморозился его поместили в ледяную кувету и в таком виде доставили в ленинград в зоологический институт в этой лаборатории института разрабатывают методы сохранения останков доисторических животных принято смелое решение не делать чучело мамонтенка а бальзамировать и сохранить таким каким он был 44 тысячи лет назад в этой ванне со специальными растворами он пролежит несколько месяцев а затем в мамонтовом зале рядом с этим гигантом появится еще один удивительный экспонат маленький мамонт